Если вы так же, как и я, не представляете свой каждодневный макияж без консилера, то обязательно продолжайте смотреть это видео, потому что сегодня я покажу вам 5 своих самых любимых бюджетных консилеров. Я, конечно, расскажу о том, кому они подойдут, но и мы с вами заглянем в состав этих средств и выберем то средство, которое, так скажем, наиболее безопасно для нашей кожи. Будет очень интересно, так что давайте начинать. Друзья, всем большой привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Если вы здесь впервые, то я очень рада вас приветствовать. Меня зовут Катя, я персональный стилист и я очень люблю косметику. В своих видео я обычно достаточно подробно рассказываю о брендах, об ингредиентах, как они влияют на кожу, делюсь своим опытом. В общем, у меня такой немножко научный подход к красоте. Так что обязательно заглядывайте и посмотрите другие видео. Но сегодня мы говорим о консилерах. Это для меня тема актуальная, наверное, всегда. Консилер для меня такая основа косметички. Давайте я начну с консилера, который недавно стал моим фаворитом, поскольку это новинка, но он сразу же попал в пятерку самых лучших. Я говорю о вот этом вот консилере от бренда Flower Beauty. Если вы не знаете, то Flower Beauty это бюджетный бренд здесь в Америке. Его основала очень известная актриса Дрю Берримар. Сейчас они немножко перезапустили весь бренд. Очень много новых продуктов, очень много классных, необычных продуктов. Этот консилер называется Light Illusion Full Coverage Concealer. То есть это консилер, который обесцвечивает довольно полное покрытие. При этом у него в составе есть светоотражающие частицы, которые будут подсвечивать взгляд и делать такой более свежим. Я бы сказала, что у него покрытие не совсем такое полное. Да, я бы сказала, что такое среднее полное покрытие, но достаточно плотное. И действительно при этом этот консилер абсолютно не пересушивает зону вокруг глаз. Не странно, что он все-таки немножко забивается в морщинки, но так делают большинство консилеров. Из тех консилеров, которые я сегодня буду показывать, он забивается меньше всего. Давайте теперь посмотрим, что находится в составе этого замечательного консилера. Я сегодня буду пользоваться сайтом, который называется cosdna.com. Я им пользуюсь довольно часто и говорила о нем и о некоторых похожих сайтах в одном из последних видео. Стелы на состав консилера от Flower Beauty достаточно сбалансированы. Но есть одно такое вещество, на которое стоит обратить особенное внимание. Оно называется этилгексилпалмитат. Это такая жирная кислота, которая смягчает кожу, но при этом обладает очень высоким каминогенным индексом. Что означает, что скорее всего в большинстве случаев он будет очень сильно забивать ваши поры. Поэтому я рекомендую наносить этот консилер в первую очередь, конечно, на зону под глазами. Потому что там он просто идеально высветляет. Но если вы знаете, что у вас есть склонность к появлению акне, если у вас очень быстро забиваются поры, то стоит избежать нанесения этого консилера на все лицо или на какие-то недостатки на лице. Давайте двигаться дальше. И следующий консилер является достаточно известным. Это вот такой вот консилер от Maybelline, который относится к их линейке Fit Me. Я недавно его попробовала, нисколько не жалею. Очень он мне нравится. Не скатывается практически под глазами, но требует все-таки дополнительной фиксации пудрой. Он имеет такое хорошее среднее покрытие, но при этом достаточно натурально и действительно естественно выглядит на коже. Он у меня в оттенке 5. Ivory. Это самый светлый оттенок, который я только могла найти. Я теперь понимаю, почему многие говорят, что у них недостаточно оттенков, потому что у меня оттенок кожи где-то light-medium, но при этом я взяла самый светлый консилер, что достаточно нетипично. Если говорить про состав этого консилера, то, как вы видите, он тоже достаточно сбалансированный, за исключением, наверное, двух вещей. Во-первых, это такой большой красный кружочек с цифрой 7 напротив ингредиента бутилпарабен. Да, в этом консилере есть парабены. Причем бутилпарабен является одним из самых токсичных, как считается. То есть сейчас к парабенам вообще очень сильно изменилось соотношение, но тем не менее из всех парабенов бутилпарабен считается самым вредным. В составе также есть ингредиент, который называется токоферол. Это форма витамина Е, то есть очень достаточно натуральный ингредиент. При этом у него каменогенный рейтинг 2, то есть некоторых он может вызывать появление акне. Вообще про каменогенный рейтинг и каменогенность я думаю, что я сделала отдельное видео, потому что очень спорный предмет. До сих пор ни косметологи, ни какие-то другие исследователи не могут определить все-таки, какие вещества вызывают появление прыщей, но тем не менее этот рейтинг существует. В общем кроме этих двух ингредиентов в составе консилера Fit Me нет каких-то особенно опасных ингредиентов, поэтому если вы избегаете парабенов, то конечно его не стоит приобретать. Но если вы достаточно спокойно к ним относитесь, то его вполне можно носить как зону под глазами, так и на лицо. Раз уж мы сегодня говорим о фаворитах, конечно не могу не показать свой любимый консилер от Maybelline Age Wind, который я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. Консилер это дает очень легкое покрытие, то есть если вам нужно что-то такое совсем незаметное, легкое, мягкое, на лето например, то вот такой консилер замечательно подойдет. Единственный такой момент, поскольку он является легким, то конечно его нужно дополнительно закреплять, то есть 100% времени, когда я его наношу, я всегда его закрепляю какой-то прозрачной пудрой. В общем не стоит повторять, если вы никогда не пробовали этот консилер, обязательно его попробуйте, всех кого я знаю, всем он очень нравится, если вам вдруг не нравится этот консилер, напишите обязательно это внизу, мне интересно просто узнать, почему же он может не нравиться. Если смотреть на состав этого консилера, то в принципе по сравнению с предыдущими двумя нет каких-то таких явных проблемных зон, каких-то ингредиентов, но тем не менее стоит обратить внимание, что в нем составе есть два вида парабенов. Это метил парабен и этил парабен, поэтому конечно если вы пытаетесь избежать этих продуктов в косметике, то конечно вам не стоит покупать этот консилер. Давайте двигаться дальше, следующий консилер тоже является достаточно популярным, это вот такой вот консилер от бренда Catrice, который относится к их линейке камуфляж, причем этот в виде крема, и он мне нравится гораздо больше. Он имеет достаточно такую плотную текстуру, поэтому на мой взгляд это единственный консилер, который дает по-настоящему полное покрытие. Я его не использую на каждый день, поскольку он достаточно все-таки тяжелый на зону под глазами, но на какие-то особенные мероприятия, когда нужно перекрыть видимые, явные какие-то недостатки, он просто замечательно с этим справляется. Единственный такой момент, что все-таки его нужно, во-первых, наносить не размазывая, а точечно, и во-вторых, обязательно закреплять какой-нибудь прозрачной пудрой, чтобы он никуда не сдвигался. В общем, по всем показателям классный консилер, но если мы с вами заглянем в состав, то увидим несколько не очень полезных, я бы даже сказала вредных ингредиентов для нашей кожи. В составе этого средства есть два ингредиента, которые обладают самой высокой каминогенностью, то есть они могут вызывать появление акне. Это два вида изопропила. Кроме того, есть два ингредиента, которые имеют рейтинг 2, то есть они также могут вызывать появление акне, но не настолько вероятно. Поэтому основная проблема этого консилера в том, что он может вызывать появление акне и высыпаний, особенно у тех, у кого есть к этому большая склонность. Поэтому, конечно, рекомендую наносить его только точечно и только на зоны под глазами. Ну и последнее средство на сегодня, это вот такой вот замечательный консилер от Bourjois, который называется Healthy Mix. Невероятно классный и легкий консилер, замечательно подходит на лето, дает очень такое легкое, немножко даже среднее покрытие. Хорошо перекрывает какие-то незначительные недостатки и синечки под глазами. Единственный для меня недостаток этого консилера в том, что его невезне можно найти, потому что я живу здесь в Америке и здесь косметика Bourjois, к сожалению, не представлена. Поэтому мне приходится либо заказывать его на Амазоне, либо просить, чтобы кто-то привозил. Это вот мой такой большой минус. Но я его очень люблю. Состав этого консилера действительно говорит сам за себя. В составе есть и гиалуронная кислота, и несколько витаминов. Нет таких явных каких-то вредных, не очень полезных вещей для кожи, кроме двух элементов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, в составе есть довольно большое количество спирта. Это не очень хорошо для тех, у кого кожа под глазами пересушена и нужен дополнительный уход. Кроме этого, в составе есть так называемая бензоиновая кислота. Это ингредиент, который создан для осветления кожи вокруг глаз. При этом, поскольку кожа там вокруг глаз очень чувствительна, она может немножко все-таки раздражать. Ну что, давайте подводить итоги. Сегодня было очень много информации, но в целом из тех пяти консилеров, которые я вам сегодня показала, те консилеры, которые имеют наиболее мягкое и легкое такое покрытие, они, конечно, наиболее безопасны для кожи, как оказалось. К ним относятся оба консилера от Maybelline, конечно, если вы не пытаетесь избежать парабенов. Ну и, конечно, мой любимый консилер от Bourjois Healthy Mix. Все эти три консилера можно легко наносить как на зону под глазами, так и на какие-то недостатки на лице, не боясь того, что у вас будут какие-то высыпания. Но консилеры от Catrice и Flower Beauty все равно остаются моими большими любимчиками. Я с удовольствием буду продолжать ими пользоваться. Если же у вас проблемная кожа, если у вас есть склонность к забиванию пор, то стоит избегать наносить эти консилеры именно на лицо. Это все на сегодня. Если вам нравится, что я делаю, не забывайте подписаться на мой канал. И до встречи в новых видео. Пока-пока.